Здравствуйте! Тема нашего урока – перспективные отрасли современной науки. Сегодня на уроке исследуем влияние развития робототехники и космонавтики на степень конкурентноспособности государств. Анализируем влияние достижений новых научных направлений на социально-экономическое развитие. Объясним значение развития современных видов науки и техники для решения глобальных проблем современности. Исследовательский вопрос – каково значение научно-технической революции в развитии современной цивилизации? Слово «робот» появляется в 20 веке. В 1920 году Карл Чапик, известный чешский писатель, ученый, философ, выпускает пьесу под названием «Рур». И в этой пьесе речь идет о роботах. Это машины, человекоподобные, которые впоследствии поднимают восстание против человека. Итак, с этого момента, с появления термина «робот» и появляются вскоре роботы и такая отрасль, как робототехника. Робототехника – это сравнительно новое и интенсивно развивающееся научное направление, вызванное к жизни необходимостью освоения новых сфер, областей деятельности человека, а также потребностью широкой автоматизации современного производства. направленное на резкое повышение его эффективности. То, чего не могут сделать люди, то, что недоступно по разным соображениям для человека, либо это вредное производство, либо это очень тяжелое производство. С этим прекрасно справляются роботы. Более того, робот неприхотлив, робот не болеет. Если сломался, можно починить или другого создать робота. Развивается использование автоматических программируемых устройств, роботов. А в последнее время еще и создаются роботы с искусственным интеллектом. Они используются в исследовании космоса, океанских глубин, с 1960-х годов прошлого столетия и используются активно в производственной сфере. В Америке впервые термин «робот» был применен писателем-фантастом Айзеком Азимовым. Сначала в рассказе под названием «Жец», а затем вышел его роман под названием «Я робот». Одна из первых моделей роботов. Робот – это техническое устройство, которое может заменить человека во время выполнения сложных, утомительных и опасных для здоровья работ. Большинство роботов не похожи на человека. На современных заводах используется огромное количество промышленных роботов-станков с числовым программным управлением ЧПУ. Такие станки обрабатывают детали по заложенной в них программе. Для того, чтобы перестроить станок на изготовление другого типа деталей, достаточно просто заменить программу. Ни одно передовое производство сейчас не обходится без робототехники. Это перспективнейшее, это одно из главных направлений в современной науке и технике. Очень сильно снижает стоимость производства, очень эффективно производство строится, но существуют социальные проблемы. Роботы являются косвенной причиной безработицы. Один робот может заменить несколько рабочих, которые, собственно говоря, и оказываются теперь уже выключенными из промышленной производственной сферы. Это приводит к сильным социальным изменениям. У нас происходит переход к постиндустриальному, к информационному обществу, где не нужно в таком объеме использовать физическую рабочую силу, как раз в связи с развитием робототехники. А большая часть населения теперь охвачена сферой услуг. Роботы используются на конвейерных линиях, изготавливающих микросхемы для компьютеров, процессоры, память и другие сложнейшие процессы. Все более популярными становятся технологии 3D-печати, позволяющие с помощью роботов специального типа 3D-принтеров послойно изготавливать различные детали. Роботы все более и более усовершенствуются, и в современном производстве уже без них не обойтись. Нас окружают автоматизированные системы, которые тоже можно назвать роботами. Например, система управления движением поездов метро, система управления отоплением дома. Роботы, в отличие от людей, не устают, работают 24 часа в сутки, не болеют, могут работать при повышенной и пониженной температуре, в опасных для человека условиях. Во многих странах используются роботизированные установки для пожаротушения. Уже продаются бытовые роботы, автоматические пылесосы, которые могут убрать пыль и самостоятельно вернуться на место для подзарядки. В 21 веке роботам стали доверять даже выполнение некоторых хирургических операций. Некоторые роботы похожи на человека, их называют андроидами. Существует особый класс роботов, которые работают самостоятельно, они называются автономными роботами. Это, например, беспилотные автомобили и летательные аппараты. Роботы для исследования космоса и океана. Полностью автономный робот может перемещаться и работать длительное время без вмешательства человека, собирать информацию об окружающей среде, приспосабливаться к изменению обстановки, изменяя алгоритмы своей работы. Началом космической эры принято считать 4 октября 1957 года. Это день запуска в Советском Союзе первого в мире искусственного спутника Земли, созданного под руководством Сергея Павловича Королева. Вслед за СССР ракеты-носители и космические аппараты были созданы в США 1958 год, в Франции 1965 год, в Японии и Китае 1970 год, в Великобритании 1971 год, в Индии 1980 год и в других странах. Человечество всегда мечтало достичь звезд, и вот наконец-то эта вековая мечта человечества свершилась в 20 веке. Отец ракетостроения, Константин Эдуардович Солковский, говорил, что Земля колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели. Основополагающий вклад в развитие космонавтики внесли СССР, Россия как его преемница, и Соединенные Штаты Америки. Достижения этих стран составляют основные вехи современной космической эры. 4 октября 1959 года в СССР произведен запуск автоматической межпланетной станции Луна-3, впервые полученные и переданы на Землю фотографии обратной стороны Луны. 12 апреля 1961 года происходит эпохальное событие. Это первый полет человека в космос, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток». СССР, космодром Байконур, это Казахстан. 18 марта 1965 года Алексей Леонов, советский космонавт, совершил первый в мире выход в открытое космическое пространство. 12 минут он находился во Вселенной. 16 июля 1969 года космический аппарат Аполлон-11 Соединенные Штаты Америки, 20 июля он достигает Луны, на ее поверхности была осуществлена первая высадка людей. Это космонавты Армстронг и Олдрин. В 21 веке космонавтика превратилась в мощный инструмент мировой экономики, способствующий обеспечению национальной безопасности, технологической независимости и благосостояния граждан планеты. Приоритетными направлениями космической деятельности являются мониторинг окружающей среды и околоземного пространства, контроль чрезвычайных ситуаций и экологических бедствий, исследование природных ресурсов Земли, обеспечение спутниковой связи и вещание на всей территории планеты, реализация космических проектов в интересах расширения знаний о Земле, Солнечной системе и Вселенной в целом, проведение фундаментальных научных исследований в области астрофизики, планетологии, физики Солнца и солнечно-земных связей, отработка технологий производства в космосе новых материалов и высокочистых веществ. США, страны Европы, Китай активизировали работы по подготовке пилотируемых полетов к Луне, Марсу, а также по последующему их освоению. Космические полеты затрагивают интересы всех стран, поэтому были выработаны нормы международного права, регулирующие космическую деятельность. Космические исследования дают огромнейший материал для развития наших знаний о Вселенной, о Земле, о происхождении планет, о строении веществ. Впервые удалось посмотреть на Землю из космоса, исследовать планеты, звезды, галактики, почти во всем диапазоне электромагнитных волн, открыть радиационные пояса Земли. И много-много еще совершений мы получили благодаря космонавтике. Удалось получить важные данные о поведении в невесомости различных объектов, от молекул, белков, вирусов и бактерий до позвоночных животных и человека. Изучить особенности протекания в космосе процессов в жидкостях, в газах, металлах, полупроводниках, новых конструкционных материалах и покрытиях. Очень большой объем работы был совершен именно в эпоху космонавтики. Впереди перспектива полетов на ближайшие планеты, а потом и на отдаленные. Исследование околоземного пространства позволило выполнить детальное изучение общего магнитного поля Земли. Космодром Байконур находится на территории Казахстана. Это старейший, это первый и самый большой в мире космодром и самый значимый. Все эпохальные полеты во главе с полетом Юрия Гагарина были осуществлены именно с космодрома Байконур. По-казахски Байконур – богатая долина, действительно богатейший урожай. Наша космонавтика имеет именно с этого космодрома. Находится он в Казалардинской области, между городом Казалинск, поселком Жосалы, вблизи поселка Кюратам. Из-за близости к этому населенному пункту, в международных спутниковых справочниках, космодром так и называется – Кюратам. Космический комплекс. Космодром Байконур. Запуск ракеты с космодрома Байконур, Республика Казахстан. Подведем итоги нашего урока. Робототехника является важнейшей основой развития производства. В современном мире уже без роботов обойтись мы не можем ни в одной из сфер нашей жизни. В будущем космонавтика откроет человечеству возможность освоения материальных и энергетических богатств Вселенной. Именно в развитии космонавтики кроется во многом выход из глобальных проблем современности. Например, если мы сможем заселять какие-то отдаленные планеты, сам по себе исчезнет демографический вопрос. Также и многие другие вопросы. Наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok